Вес перчаток 8 унций. Мэйвезер. Один из множества Мэйвезеров, которые и до сих пор сейчас в боксе. Мэйвезер. Роджер Мэйвезер, нынешний весьма сварливый тренер, известный достаточно, который, кстати, предсказал скорую победу Заба Джуда над Костей Цзю. Он сказал, я боксировал с Костей. Ничего особенного. Ну вот насчет ничего особенного мы сейчас увидим. Мэйвезер ожидал и сказал в прессе, что Костя Цзю – это боксер, который опасен в первые 60 секунд. Напоминаю, первый полусредний вес до 63 килограммов. С половиной. Пытается, пытается, конечно, Мэйвезер сейчас попросту выдержать дистанцию, но отбегаться от Костей Цзю еще никому не удавалось. Вообще, надо признать, что Мэйвезер – это тертый калач, опытный боксер, все умеющий делать в ринге, достаточно опасный. Но вообще по своей натуре и по своему стилю, а не даром французы говорят, стиль – это человек, это спойлер. Боец, который, в общем-то, скорее будет портить жизнь противнику, чем попытаться у него выиграть, если он чувствует, что у него нет шансов. Клинчи, вот вроде этого, возня, захваты и всякие мелкие неприятности, вроде ударов из-под тяжка локтем, иногда коленом, уж головой, будьте уверены, рассечь может. Подходит Костя без проблем. Мэйвезер очень хорошо чувствует, когда назревают неприятности. Мэйвезер прекрасно понимает, что лучше в опасные моменты держаться ближе к Косте, чем оттягиваться от него. Большинство боксеров, которые прошли школу любительского бокса в таком европейском стиле, в советском стиле, очень неохотно боксировали в средней и ближней дистанции. В основном это были ноги, стрельба издали, комбинации и быстрый выход, если в среднюю дистанцию, короткой серии и отрыв. Костя как раз полный противоположный с этому стилю. Напряженный, напряженный, такой раунд был. Костя сразу установил нужный ему порядок в ринге. Мэйвезер претендент на титул, напоминаю. Он, конечно же, не сдастся так легко. Самое забавное, что в этот момент кто-то из американских судей дает этот раунд ровно. Потом все удивляются, куда смотрел судья, какой бой он в этот момент видел. Так что помощь может прийти с этой стороны. Мэйвезер. Вообще-то для Мэйвезера тактика, я бы даже сказал, стратегия абсолютно ясна. Ему нужно просто выжить. У всех еще свежа в памяти знаменитая победа Костя. И вот в этом бою Мэйвезер поклялся, что он ошибок Родригеса не повторит. Видите, что делает? Клинч. Клинч на клинче. Я уверен, что Джонни Луис бы бы ожидал этого типа боя от Мэйвезера. Тяжелая левая рука Кости обрабатывает противника по вертикали. То в туловище, то в голову. Но чего боится Мэйвезер, это боится удара справа. Посмотрите, что он делает. Кстати, очень эффективная защита. Необычная. И надо привыкнуть. Он просто оставляет перед собой свою левую руку. Рискуя пропустить удар по печени или в солнечное сплетение, он все равно держит левую руку и старается оттянуть противника подальше от себя. Самое главное, не пропустить этот удар справа. Он даже не бьет. Он просто вытягивает ее перед собой, закрывает доступ. Доступ к цели. Вот это загадка, которую Косте еще предстоит решить. Пока что Мэйвезер в обороне. Так изредка огрызается, что называется. Очень трудно пробить этого Мэйвезера. Такой вязкий боксер. Костя, конечно, немножко горячится. Он хозяин в ринге. Он прекрасно понимает свое превосходство, свою силу. Но вот добраться до цели пока не может. Джон Льюис наверняка что-нибудь доскажет сейчас Косте. В частности, в том плане, что они все боевые играются нокаутом. Надо суметь найти ключик к этой вязкой, неприятной, сумбурной тактике Мэйвезера. Следует команда секунданты за ринг. Пятый раунд. И снова Мэйвезер прилипает к Косте. Конечно, его живучесть просто поражает. Все-таки что значит опыт. У Кости на профессиональном ринге, по статистике, было 60-62 раунда, по-моему. Он провел в общей сложности, все бои сложит. А у Мэйвезера чуть ли не 300. Мне кажется, что Костя все-таки немножко, уж очень откровенно, что называется, действует. И Мэйвезера, несмотря на весь его опыт, можно обмануть. Но Костя молод, физически силен, верит в свой удар, поэтому ищет кратчайший пути к победе. Очень четко действует Мэйвезер в обороне. Обратили внимание? Он видит атаки Костя. Сам опаздывает со встречными ударами, но атаки видит. И, кроме того, он очень удачно действует правой рукой в защите. Последите. Отбивы, подставки, накладки. Постоянно он сбивает Костя Джеб. Эта тактика, тактика вязкой обороны, она ведь призвана еще и решить следующую задачу, чисто психологического плана. Заставить Костю горячиться, раздражаться. И, соответственно, совершать ошибки. К этому моменту уже всем ясно. Мэйвезер приехал сюда не выигрывать, не отбирать у Кости титул чемпиона мира. Нет. Он сразу понял, что его задача просто выжить любой ценой в ринге. И пока что это ему удается. Мне кажется, что Косте следовало бы быть в этом бою чуть более терпеливым. Он, конечно, агрессор. Он верит в себя. Но как только он понял, что Мэйвезер просто так не даст вскрыть свою оборону, нужно было попробовать и другой вариант. Попробовать потянуть Мэйвезера на себя. Костя ведь все умел делать в ринге и умеет до сих пор. И недаром чемпион мира в тяжелом весе Крис Бёрд сказал, что он никогда в жизни не видел лучшего любителя, боксера-любителя, чем Костя Цзю, вот когда Костя еще был любителем. Мэйвезер не измотает в этой борьбе. Это он ее навязал. Неплохо. Мэйвезер постоянно ставит блок справа, ставит предплечье, перчатку, накладывает на левую руку Костя. Надо бы это подметить. На этом его можно поймать. Вот что тут поделаешь? Рефери не имеет права сейчас вмешиваться, не имеет права наказывать Мэйвезера. Да, это ни к чему не приведет. Он просто фиксирует каждое мелкое нарушение правил и только таким путем вмешивается и разводит боксеров. Ну, ему невозможно просто оторваться от Мэйвезера. И Костя немножко, я бы сказал, увяз в этой борьбе сам. Расслабляться нельзя. Мэйвезер может наказать. Вот эта тактика лишает Костю Козыря, главного Козыря, который сделал его чемпион. Костяного удара. Не дает себя ударить Мэйвезера. Это его главная задача. Он уже больше ни о чем не думает. У всех сейчас волнует только один вопрос. Попадет Костя или нет? Ну, видите, в каком настроении, в каком состоянии Мэйвезер находится после этой трепки. Официальный подсчет очков сейчас дает полное преимущество Костя Дзюр, так оно и есть на самом деле. Поистине, Мэйвезер, спойлер. Спойлер, напоминаю тем, кто забыл. Это боец, который просто портит все, что делает противник. Сам не боксирует и другому не дает. Заметили этот эпизод? Костя постоянно идет вперед и попадает в тиски, в эти объятия Мэйвезера. Сейчас он показал, что идет. А сам чуть оттянулся назад, и Мэйвезер сразу же занервничал. Но Костя этого момента, видно, не подметил. Раз за разом Константин повторяет свою атаку. В одном ритме, примерно в одной и той же последовательности, Мэйвезер к этому привык. Но, видно, азарт, желание расправиться с противником поскорее, заставляет Константину, в общем, отказаться от всяких хитростей тактических. Он просто старается сломать Мэйвезера. Но не даром, говорят, тот, кто предупрежден, тот вооружен. Костя своей тактикой, как бы, предупреждает о своих намеренных Мэйвезер. С края попадает Мэйвезер. Да, Костя, конечно, воин. Что там говорит? Он хладнокровен и агрессивен. Любой эпизод пытается вырвать свою пользу. И чаще всего это у него получается. Похоже на Мэйвезер. Похоже на Мэйвезер. Он был измотан к этому моменту. Он, конечно, разочаровал не только своих поклонников, всех любителей бокса в этом бою. Тем, что, в общем, бой немножко испортил. Но что он еще мог сделать? Низко ударил Мэйвезер. Кстати, уже не первый раз за этот бой. Очко снимается, и Костя принимает его извинения. Извинения. Жесткий удар пропускает Мэйвезер. Все-таки немножко вскользко. Это, наверное, ключевое слово в отношении Мэйвезера. Очень скользкий бойец. Конечно, так бои за титул не только не выиграют, не проводят, как Мэйвезер. Он ведь претендент. Его мотивация, сами понимаете, какая. Он хочет стать чемпионом. Вернее, хотел. Теперь уже все ясно. Быстрая комбинация кости. Хлестит левый крюк. К сожалению, легкий удар получился. Там что-то лента развязалась. Клейка на перчатке Мэйвезера. Но рефери не решается прервать этот размен. Нет. Все-таки... Все-таки публика недовольна, считает, что это трюк. Да нет, не трюк. Конечно, не трюк. Смотрите на Мэйвезера, посмотрите на Костю. Костя свежий. Совершенно свежий. Чуть-чуть бы оттянуться Константину. Отстреливается Мэйвезер. Все еще опасен. Но Костя не обращает внимания на удары Мэйвезера. Он снова рвется в свою дистанцию. Там тоже что-то с перчаткой случилось. Последняя секунда этого боя. Конечно, полное, стопроцентное преимущество Костя Дзю. Но бой не получился таким ярким и зрелищным, каким должен был быть. И это не вина Константина Дзю. То, что Мэйвезер выстоял против Константина в том бою, дало ему много поводов к бахвальству, таким высокомерным оценкам Константина. Мэйвезер, как я уже говорил, встал на сторону Заба Джуды перед встречей Кости с Забом. Он предсказал скорую победу Заба. Но мы знаем, чем дело кончилось. Костя сохраняет свой титул чемпиона, что он проделает еще много-много раз. А я на этом прощаюсь с вами и желаю вам всего доброго. Спасибо.